Национальный поселок Бугрино посетил медицинский десант центральной районной поликлиники. Обследовать население будут 14 специалистов, в том числе 8 врачей и флюорографический отряд. По словам местных жителей, это самый внушительный медицинский десант за много лет. Программа финансируется из бюджета округа. В состав медицинского десанта вошли все ключевые специалисты – невролог, психиатр-нарколог, утоларинголог, офтальмолог, хирург, эндокринолог, педиатр и врач УЗИ-диагностики. Также жители Колгоева смогут пройти флюорографическое обследование. Это самый внушительный медицинский десант за много лет. В среднем, с учетом того, что нам нужно помощь оказывать и на территории заполярной поликлиники, и на селе, конечно, мы выезжаем в течение недели. Но стараемся оперативно работать максимально длительное время, чтобы все пациенты, которые обратились к граждане в течение рабочего дня, если надо будет задержаться, чтобы максимально население охватить. Всегда отдельно планируем выходы в образовательные организации. Как приезжаем, конечно, мы в первую очередь смотрим детей, потому что понимаем, что здоровье детей для нас очень важное. Первыми пациентами врачей стали воспитанники школы-сада. Это дети в возрасте от полутора до десяти лет. Всего в поселке сейчас проживает около 300 человек. Из них 70 дети. Бригада врачей работает с утра до вечера, как говорится, до последнего пациента. Об особенностях работы передвижного медицинского отряда по телефону из Бугрино нам рассказала начальник медицинской бригады, заместитель главного врача Центральной районной поликлиники Татьяна Потапова. Детей 100% все смотрим, взрослых тоже очень много, и работники, и неработающие пенсионеры активно идут. У нас бригада ведь большая, в Бугрино не так часто могут выезжать, поэтому ко всем врачам идут. Мы до шести работаем, но вчера закончили в районе семьи до последнего пациента, пока тут все прошли, мы же еще тут и анализы берем у них. Только забор делаем, а будем сами показатели смотреть у себя в поликлинике. Главная задача врачей – провести первичные медицинские осмотры и диспансеризацию. Также медики будут выдавать справки, дающие право управлять автотранспортными средствами и пользоваться оружием. Особое внимание врачи уделят онкологии и сердечно-сосудистым заболеваниям. В Наринмар бригады планирует вернуться в пятницу.